Микс Ньюс. Здравствуйте, добрый день, уважаемые слушатели. Это программа «Синема». Олег Пеков в студии. И сегодня со мной кинокритик Вадим Агапов. Добрый день, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Нам помогает Родион Золотарёв. И вот мы выбрали сегодня, может быть, такую интересную дату, поскольку она действительно отмечается очень широко. 40-летие фильма «Апокалипсис сегодня» Франсиса Форда Копполы. И фильм в ряде странный выпущен в кинопрокат, причём в такой расширенной версии. И он выходил в разных версиях на всевозможных носителях. И вот в связи с этим, конечно, отмечая этот юбилей, нельзя не отметить, что когда смотришь фильмы такого масштаба, ты понимаешь, что вот сейчас как будто бы это кино... Таких фильмов не снимают. И вот, может быть, это тоже повод для того, чтобы... Ну, не просто поговорить о том, что раньше была там трава зеленее, но подумать о том, куда движется кинематограф, и что он может предложить вместо таких вот больших глыб фильмов. Ну, может быть, сначала несколько слов о том, почему действительно этот фильм был таким событием, и стал ли он событием, и даже съёмки его драматические, вообще достойные, мне кажется, отдельного сюжета и рассказа. Конечно, фильм в определённом смысле стал событием и породил такой поджанр, да, субжанр фильмов о Вьетнаме, причём таких, которые стремились не столько показать ужасы войны, потому что, ну, понятно, да, Вьетнам ужасы. Сколько задать какой-то философский вопрос, зачем мы туда сунулись, нужно ли это повторять, почему мы вообще проиграли, да, какой-то маленький Вьетнам выиграл войну у огромной империи, да, у Америки. Вопросы сложные, вопросы неприятные, и потребовалось мужество Фрэнсиса Форда Копполы, чтобы этот фильм сделать, да ещё с таким размахом, потому что, конечно, мало было желающих вписаться в этот проект, как-то его поддержать, не говоря уже о том, что у нас, наверное, это ускользает из внимания, да, но ведь он поставлен по книге Джозефа Конрада, а это не добавляло, конечно, популярности фильму, потому что, во-первых, кто такой Конрад? Ну, это польский эмигрант в Англии, который написал роман в начале 20 века про бельгийскую компанию, которая творит какие-то бесчинства в Конго. Антиколониальный. Антиколониальный роман. Причём здесь мы, Америка, которая совершенно вдруг... Вот представьте, я не знаю, если бы мы сейчас, какой-то режиссёр решил снять фильм о Чечне или об оккупации Латвии, взял бы в качестве примера роман 19 века о том, как индейцы боролись за свои права, ну, Фенимора Купера, да, боролись за свои права в Америке. Только назвал бы их там Янисами, да. Ну, конечно, у всех был бы шок. Во-первых, ну, есть очевидцы. Давайте спросим их. У них есть воспоминания. Почему вы берёте вот этот какой-то хлам, этот старый материал устаревший, который вообще написан в Англии? Англия – это наши оккупанты. Мы от них так долго... А он нас равняет с этой короной, с которой мы так долго бились. Понятно, почему фильм был воспринят в штыки, но понятно также и то, что со временем слава фильма росла и росла. Всё больше, конечно, сосредотачивалось внимание на роли Марлона Брандо, хотя он появляется только в самом конце фильма, да, но это, конечно, мощная роль, всё подготавливает нас к его появлению, да, его фотографии, вот этот вот миф, который вокруг него создаётся. И очень невнятные его монологи, они, конечно, в американской традиции воспринимаются как что-то вроде вот нашего Гамлета, да, потому что Гамлет – половина пьесы написана каким-то таком полуабсурдным текстом. То ли Гамлет прикидывается сумасшедшим, то ли он действительно впадает в какой-то такой поток сознания, да, размышляет вслух и не всегда связанно. И в этом смысле сейчас апокалипсис наших дней, произведение культовое. Не могу сказать, что я как-то сокрушаюсь из-за того, чтобы судьба сложилась в этом фильме не очень счастлива, да, он не получил тех Оскаров, которые… Два всего, понимаешь, да. Да, да, на которые он рассчитывал, потому что Коппола впал в такие долги, что вынужден был уйти из крупного такого голливудского кино. Иногда он брался за какие-то совершенно сторонние проекты, но сейчас, вот в своем возрасте, он понял, что, ну, как бы, ну, жизнь уже прожита, с прошлого не вернуть. И он ударился в эксперименты, которые интересны только ему одному, и иногда за этим очень интересно наблюдать. Ну, по крайней мере, мне. Куда интереснее, чем за режиссерами, карьера которых сложилась в Голливуде успешнее. Ну, эта картина, ведь, в самом деле, снималась очень драматично, потому что сюда вмешивались и природные катастрофы, тайфун, который там прерывал съемки, и то, что американские вооруженные силы отказывались предоставить технику для съемок, ну, понимая, что это антивоенная направленность картин. То есть, столько препятствий возникало буквально на каждом шагу, что буквально в этом преодолении препятствий, по-моему, там и Коппола был на грани нервного срыва, там, по-моему, я даже читал, что подумывал о самоубийстве. Очень многие в съемочной группе принимали наркотики, потому что они просто не могли выдержать этого прессинга. Там говорили, что, читал я сегодня, вот как раз, что Лоуренса Фишборна, как раз подсадил Денис Хоппер на наркотики. То есть, там, тот чуть ли не еще был несовершеннолетним начинающим актером, и вот как раз он первый раз попробовал наркотики на съемках этой картины. Ну, то есть, вот столько, как будто бы сама судьба приходила преодолевать это сопротивление. Ну, это особый тип режиссеров. То есть, Коппола, конечно, в этом плане яркая личность, но не уникальная. Возьмем, например, Вернера Херцога, да, режиссер-экстремал, который вот на «Арсенале» у нас показывали на большом экране фильм «Фицкоральда» про тоже сумасшедшего человека, одержимого, точнее, да, идеи, там, поставить оперу где-то в Латинской Америке. И один из его подвигов, он приказал команде своей волоком тащить корабль через песчаную там какую-то дюну, да, потому что, ну, иначе бы они погибли. И Вернер Херцог заставил свою команду тащить вот эту всю махину в действительности, да, реально. Но это не единственный его, конечно, подвиг. Когда-то он поспорил с, не помню уже с кем, что съест свой башмак, если там что-то случится с Оскаром там или еще с чем-то, и проиграл, и съел свой башмак. Есть видео на Ютьюбе, можете посмотреть. То есть, таких экстремалов полно. В России, например, Аристокисиан, когда снимал «После ладони», не помню, как фильм назывался, второй, он, чтобы снять вот такую полухиповую, полубомжатскую коммуну, он действительно населил настоящими вот отбросами общества. Ну, кто-то неформал, кто-то действительно бомж. Какие-то пустовавшие в Москве на тот момент дома полуразрушенные. И вот жил такой двойной жизнью. То есть, днем он все время проводил с ними, не всегда даже предупреждая, что он их снимает. И на ночь он уходил домой. Иногда там кого-то, пожалуй, притаскивал. Ну, когда, видимо, совсем критическая ситуация. И это очень радикальный эксперимент, потому что люди там и рожали, и кололись, и что там только не творилось. И проблемы, конечно, были с милиционерами, которые все время туда приходили, наведывались выяснять, что это за притон. Но для него это была бы вот эта часть жизни. Я думаю, что вот тот проект «Дау», который сейчас прозвучал, да, несколько месяцев назад в Париже, он из той же серии. Люди задумывали фильм. В итоге там началась какая-то своя жизнь на съемочной площадке. Они отпустили поводья и стали наблюдать. И втянулись в эту игру на несколько лет. Или «Ведьма из Блэр», где вот практически… Фактически, да, то есть там актеры не понимали, что они снимаются в кино, или это уже вот что-то такое происходящее реально. Да, то есть такие случаи время от времени повторяются. Что называется, можно это назвать продолжением вечной борьбы кино и театра. Да, потому что театр модернистский, по крайней мере, старался в 20 веке сломать вот эту четвертую стену, да, невидимую стену между зрителем и залом всякими различными способами. Ну, а в кино эта четвертая стена непреодолима. Все, что мы видим, это все равно на экране, это все равно плоское. Ну, даже если это 3D, это все равно очки, это все равно дистанция, мы все понимаем. И у режиссера, который имеет отношение к такого рода иллюзии, конечно, возникает периодически желание и у актеров, да, вот эту четвертую стену сломать хотя бы в жизни, хотя бы на съемочной площадке. Отсюда и романы, которые постоянно возникают на съемочной площадке, скандалы и, да, не водитесь с Деннисом Хоппером, потому что, когда он говорил, что в «Синем бархате» он хочет сыграть Фрэнка, потому что он и есть Фрэнк, он не врал. Да, он изгонял дьяволов своих. Ну, кому-то не повезло. Сейчас фильм «Апокалипсис» сегодня выходит на экраны вновь, и вот я вспоминаю о том, как рассказывал Леонид Ермольник, по-моему, даже в этой студии, о том, когда в 79-м году на Московском кинофестивале Коппола привозил этот фильм, они с Абдуловым буквально чуть ли не через крышу, то есть там, ну, они были молодые еще актеры, еще, может быть, ну, Абдулов, может, более популярен, конечно, уже, но он Ермольник не столько. Они пытались вот проникнуть чуть ли не без билетов, то есть там же билетов достать было невозможно, посмотреть вот эту картину именно со стереозвуком, со всеми этими вещами. Ну, и сейчас какую версию нужно смотреть? То есть их уже существует огромное количество. Сначала была там пятичасовая, когда, ну, 220, по-моему, часов снял всего материала, и Коппола ужимал, ужал до пяти часов, потом до трех часов, потом до двух, по-моему, с половиной часов было. И вот какая из них все-таки является авторской? Ох, это сложный вопрос, потому что он, конечно, затрагивает тему авторского кино, что такое авторское кино и зачем оно вообще, и так далее. И, конечно, во многом зависит от опыта, то есть какой слушатель, да, зритель с каким опытом нас слушает. Если это молодые зрители, для них и полтора часа – это очень долго, это невыносимо и так далее. Все равно вы будете смотреть на перемотки, поэтому, наверное, лучше выбрать серию покороче. Единственное, по-моему, вот совсем короткую брать нельзя, потому что там есть сцена с французами, да, когда они сталкиваются, да, вот это вырезали, по-моему, еще даже во Франции, чтобы не обидеть французов. Вот этот французский эпизод, он важен, он концептуально важен. Нужно смотреть версию, где эти французы есть. То есть это не самое короткое. Но, мне кажется, и не обязательно брать самую длинную. Лучше, конечно, прочитать Джозефа Коннорада перед просмотром, да, чтобы понимать первоисточник. И неплохо было бы посмотреть экранизацию «Сердца тьмы», телевизионную, по-моему, которая, ну, не то чтобы в пику кополи, да, но которая перенесена вот именно в те времена, там все близко к первоисточнику. И там роль Марлона Брандо, да, играет, вот этого курца, да, играет Малкович, совершенно другое существо. А Марлоу играет Тим Ротт. И вот следить за… там даже уже не полемика, там что-то другое. Но вот следить за вот этими актерами, да, Тим Ротт и Малкович, тоже очень интересно. Потому что, ну, Малкович ни в коем случае не супермен, да. А вот только сила мысли, только сила аргументации. А, в общем-то, в романе это самое важное, это самое интересное. Что говорит курс? Почему он стал таким? Это не просто сумасшествие. Это, ну, скажем так, логика цивилизации, доведенная до какого-то предела, когда мы перестаем себя узнавать вот в этих… в этом поведении. Но он в определенном смысле весьма и весьма последователен, да. Просто он догадался о тех вещах, о которых догадываться не принято. И если говорить о наследии, да, вот апокалипсиса, то стоит еще и посмотреть «Секс, ложь и видео» 1987 года. Фильм, который получил «Золотую пальмовую ветвь». Там вроде бы… Как и сам вот этого, как и сам фильм Коппола. Да, как и сам фильм Коппола, в котором Коппола, вот этот фильм цитируется, цитируется как раз очень важный момент в монологе Курца, но цитируется совсем не к месту вроде бы, потому что «Секс, ложь и видео» – это, ну, грубо говоря, семейные там треугольнички, да, несколько. И люди пытаются разрешить эти свои семейные проблемы без помощи психоаналитика, а с помощью видео, да. То есть, тоже друг друга расспрашивают, записывают на видео. Видео тогда – это модная новинка. Да, приходят в быт, да, люди сами снимают себя в кино, сами смотрят на себя на экране, это так интересно. И как эта медиа влияет на их поведение, да, в том числе и сексуальное. И вот вроде бы совершенно какие-то такие вот мелкие семейные проблемы, и вдруг в баре, где они периодически пересекаются, встречаются, сидит такой забулдыга, который то ли хочет быть актером, то ли просто прикалывается, то ли старается произвести впечатление на окружающих там дам. Он цитирует, вроде бы совсем не к месту, но очень важные слова Курца, которые он сказал Марлоу, да, ты думаешь, что ты герой, да, вот ты меня нашел, ты вот вступил со мной в поединок, а ты просто посыльный, да, которого послала крупная организация, чтобы должок с меня взять. Вот и все, ты мальчик из лавки. И вроде бы не к месту, а мысль-то глубокая, да, вот, что дело не в Курце, да, не в его подвигах, дело не в Марлоу и его приключениях, а дело в том, что есть железная логика капитала, которая будет продвигаться, неважно, кто за ней стоит, герой, не герой, предатель. Деньги сделают то, что им нужно, а видео, в фильме «Секс, души, видео» сделает то, что нужно в видео, а не то, что нужно этим семейным парочкам, которые вот с помощью видеоплёнки пытаются как-то разнообразить свою сексуальную жизнь. Очень важный момент. Была ли эта фраза в романе Джозефа Конрада, или, как я читал, это была импровизация Марлона Бранду? Вот тут трудно мне сейчас вспомнить, но логика сердца тьмы, она, конечно, антиколониальная, да, и Конрад, не знаю, насколько сознательно, да, но всё-таки линию такую продвигал. Просто он всё время колебался между романтизмом, да, и реализмом. Вот не случайно его так привлекало из повестей Белкина-Пушкина вот этот первый выстрел, да, он даже дуэлянтов написал по мотивам выстрела, да, и сейчас первый фильм Ридли Скотта, если вы будете смотреть, вам покажется, что это очень похоже на Пушкина, но это Джозеф Конрад. И там тоже вот та же дилемма, герой этот человек или не герой, да, вот, что более возвышенно, более интересно, более загадочно быть очень метким стрелком и выдержать выстрел, да, не дать своим чувствам возобладать, выждать момент, когда человек будет больше ценить жизнь, чем сейчас, потому что они просто в разных экзистенциальных позициях. Это очень интересная тема. Она, правда, в вьетнамских фильмах тоже потом звучит, но уже не у Копполы, а в «Охотнике на оленей»… Майка Чумина. Да, которому повезло ещё меньше, чем Копполе. Мы сейчас сделаем небольшую паузу, после чего вернёмся и продолжим программу «Синема». Микс Ньюз. Продолжается программа «Синема». Я напомню, что сегодня в нашей студии кинокритик Вадим Агапов, и мы говорим, ну, отмечая юбилей, апокалипсис сегодня Фрэнсиса Форда Коппола, заодно и размышляем о том, куда движется дальше кинематограф, и оглядываясь, вот скажем, из сегодняшнего дня в прошлое, можно даже, ну, как-то даже удивиться тому, насколько всё-таки в год выхода этой картины в Америке её саму восприняли, может быть, ну, не с таким пиететом и восторгом, потому что, например, премию «Оскар» получил уже подзабытый ныне фильм «Крамер против Крамер» как лучший фильм, а он обошёл, получается, вот картину Копполы, хотя сейчас, ну, вот эта семейная драма, которая была очень популярна в Советском Союзе, это был один из немногих фильмов, которые закупались для проката, и, конечно, тогда это был абсолютный хит проката, очень именно такое популярное семейное кино, там Дастин Хоффман играл отца, который судится с бывшей женой за ребёнка, и потом она бросает вот сначала с этим ребёнком, он вынужден пожертвовать своей карьерой, а затем возвращается мать и пытается отобрать у него ребёнка, и вроде, когда ты взвешиваешь вот эти две картины, кажется, ну, неужели, неужели вот просто, ну, какой бы ни была хорошая семейная драма и такое вот монументальное философское кино на все времена, и оно проигрывает? Ну, посмотрите, дело в том, что сейчас мы понимаем, куда двинулось кино, да, появились спецэффекты, появились компьютерные технологии, и теперь таких жертв, таких затрат уже не требуется. Гораздо проще нарисовать взрывы, нарисовать Вьетнам, нарисовать жертвы, и не нужно нанимать всех этих, всю эту американскую армию. Ну, не хотите и не надо, нарисуем. И поэтому таких масштабных фильмов больше нету. Но в то время, в 70-е, это, наоборот, воспринималось скорее как архаика, потому что, ну, сколько можно, ну, был Бен Гор, наградили, да, масштабные сцены, был Спартак, наградили, война и мир, ну, и казалось, что это будет продолжаться снова и снова, да, фильмы советские про войну, наняли еще больше каких-нибудь там военных, да еще и получили дополнительные какие-то деньги за пропаганду, там, оружие, стрелялки все эти, сколько угодно. А Крамер против Крамера в то время, конечно, для них это был серьезный вопрос, что важнее, семья или карьера. Это вопросы феминистские, опять же, и вопросы вот этого инфантильного мужчины, да, который, с одной стороны, хочет отвоевать ребенка, но не потому, что там интересные такие вот в подтексте психологические тонкости, он хочет этого ребенка отвоевать, потому что он берет за него ответственность, потому что он понимает, что он будет с ним делать, он думает о будущем этого ребенка, или он, это его партнер по играм, он себя в этом ребенке видит, он не хочет взрослеть, и скорее он не хочет взрослеть, и вот такие жесткие рамки, в которые его ставит жена, это такой, своего рода, обряд инициации, да, поэтому так важен этот эпизод с, как он тостер, вот самые несчастные тостеры, да, по-моему, пытался приготовить с утра быстренько, да, и превратил кухню просто в полный какой-то кавардак, и в итоге вынужден был везти ребенка в кафе, там, или еще, я не помню, куда он там его повел, и эти темы, они периодически всплывают, да, снова и снова, но попробуйте сравнить с нашим временем, да, ведь у нас там, ну, не у нас, в России, последние годы снимаются тоже масштабные фильмы, там, Сталинград, Брестская крепость, там, Утомленные солнцем 3, и в то же время какие-то маленькие семейные фильмы того же Звягинцева, и нас же не удивляет, что вот Елену награждают никами там и прочими, да, выдвигают на Оскары, а вот все эти масштабные Сталинграды там и прочие куда-то отодвигаются на второй, на третий план, ну, вот, скорее всего, для американцев была похожая ситуация, и, ну, может, с возрастом мне как-то не хочется уже никого ругать, а хочется понять, да, там, лет 20 назад я бы тоже удивлялся, ну, как же так, да, ну, как такое вообще возможно, тем более, что после Крамера Дастин Хоффман снялся, и у нас показали Туцци, ну, просто, ну, это же прекрасно. Да, большой звездой как раз в Советском Союзе, одним из любимых актеров. Да. Ну, вот, говоря, вот, проводя эту линию апокалипсиса сегодня, и проводя ее в наши дни, вот, все-таки, куда пошел кинематограф? С одной стороны, вот эта зрелищность, взрывы, они остались, но, с другой стороны, сейчас кино все-таки вот из него исчезает абсолютно любое насилие графическое, исчезает какая-то, вот, удивительное дело, с одной стороны, как будто бы присутствуют там скандинавские мифологии, то есть, ну, там, какие-то вещи, которые тащит массовая культура, вот, из философии, из истории, а с другой стороны, все это превращается в какой-то такой вот, действительно, комикс, лишенный, ну, вот, каких-то глубоких вещей, то есть, ну, вот, все, понятно, есть добро, есть зло, добро должно победить. Ага. Ну, тут можно сказать, что насилие пропало, мне кажется, вполне закономерно. Почему? Потому что оно не очень-то закономерно появилось. Насилие появилось на экранах, вот в такой вот, в разнузданной форме, как раз в 70-е. Почему? Потому что с появлением телевизоров закончился век золотой Голливуда, потому что народу стало лень ходить в кино. Зачем ходить в кино, если те же фильмы, через какое-то время, правда, ну, можно посмотреть по телевизору. И как отреагировал Голливуд? Значит, мы должны снимать то, что по телевизору точно не покажут никогда. Да. Появляется широкий экран, а этого вы не увидите по телевизору. Там 72 миллиметра, да, пленка, по-моему, да, то, что сейчас вообще не используется. Появился цвет, но цвет потом перестал играть такую важную роль, потому что появилось цветное телевидение. Появилось насилие и секс, потому что, ну, телевизор, извините, это семейное развлечение, и таких сцен вам не покажут. А когда появился кабель, кабельное телевидение 80-е, вот эта проблема с насилием, с цензурой, она отпала, потому что, ну, не нравится тебе, что твои дети могут увидеть, покупай кабель, смотри отдельно, дети не видят, все. И поэтому появляются и фильмы на телевидении с элементами жестокости, и секса, и сериалы такие же, да, «Игра престолов» затмит любой современный голливудский блокбастер. И поэтому насилие из кино уходит, потому что, ну, а зачем его туда вставлять, если потребитель в подростки, которым нельзя это показать. Да, потому что взрослые все равно в кино не идут, и нужно затягивать подростков. Подросткам-то, может быть, интересно было бы посмотреть на секс и насилие, но родители их туда не пустят. И поэтому, ну, приходится руководствоваться мнением родителей. Чем меньше секса и насилие, тем выше касса, все в порядке. Комиксы – это немножечко отдельная история. Почему они так вдруг вернулись, да, потому что вот эти компании DC, Marvel, они практически уже прогорали, да, и вдруг такая мода на комиксы, которая началась, напомню, с «Бэтмена» Тима Бертона, да, и когда Тим Бертон брался за экранизацию «Бэтмена», можно посмотреть вот бонусы документальной фильма, как это все делалось. Эта идея не воспринималась всерьез, поэтому и Джек Николсон получил такой прекрасный контракт, да, он подписал, что проценты он будет получать со всех «Бэтменов», которые будут выходить после. И легко подписали, потому что никто не думал, что будет продолжение. Майкл Киттон рассказывал, как ему было стыдно ходить вот в этой ушастой шляпе, да, или маске, ну, взрослый вроде бы человек, да. То есть это давным-давно вышло из моды, и Тим Бертон сумел вдохнуть в этот комикс новую жизнь, может быть, тут еще и «Музыка принца» сыграла свою роль. А теперь это, конечно, такие масштабы вдруг приняло, что потом уже Тима Бертона уже и не допускали к съемкам комиксов, как слишком маргинального режиссера, слишком уж авторского. И там третьего «Бэтмена», по-моему, у него уже отобрали, сказали «все, спасибо». Джоэл Шумахер снимал, да. Да, 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 да. Но тут надо понимать, что в философии комиксов нужно разбираться отдельно. Мы не очень в теме, да, потому что, ну, комиксы как-то у нас не прижились. У нас, конечно, был лубок там и так далее, но это все-таки что-то другое. Вот таких мастеров, таких художников комиксов, которых уважают совершенно сознательно, совершенно серьезно, выпускаются и фильмы о них, и биографии, да, как Стэн Ли там. Ну, нету таких людей. И восприятие комиксов, что в них так столько хорошего, чем они интересны, нужно разбираться отдельно. Ведь среди фанатов комиксов и совершенно взрослые люди, и серьезные коллекционируют, да. И у нас очень такой выборочный какой-то, очень усеченный опыт был при общении комиксов. По-моему, в журнале «Наука и жизнь» в 70-е годы публиковались комиксы из журнала «Пив» про Пласида и Мюза. Вот какие-то такие вот совсем. Может быть, «Истерикс и обеликс» куда-то там пробивался. Но очень-очень-очень мало. Отдельная история, наверное, даже отдельная передача. Но комиксы – это в действительности серьезно. Это не просто так. А если отвлечься от комиксов, вот современный кинематограф. Мы уже вот упомянули, что в основном сейчас кино идут подростки. Вот что, как это влияет на саму киноиндустрию, которая практически вынуждена поменять аудиторию и, ну, очевидно, испытывает какое-то определенное, ну, вот, давление. Кино, конечно, было в очень большом кризисе. По многим причинам сразу. Не только из-за подростков, но еще из-за того, что была забастовка сценаристов, на которые вовремя Голливуд не отреагировал и не пошел на уступки слишком быстро, была такая яма, провал. Думали, что сценаристам деваться будет некуда. Ну, романы все равно будешь писать, столько не заработаешь. А они ушли на телевидение. Отсюда всплеск сериалов. У них развязались руки. И теперь они развязались настолько, что обратно их затащить в индустрию и заставлять все их идеи комкать, спрессовывать в полуторачасовой формат. Зачем им это нужно? Если они могут раскатать этот сериал, насколько им понравится. А им нравится работать с персонажами, с новыми ситуациями. То есть для нарратива, для истории, на чем всегда Голливуд и наставил, не важен стиль, не важна даже игра актеров, важна в первую очередь история. Расскажите мне интересную историю. Она будет играть сама за себя. Мы сделаем звезду благодаря истории. Ну вот, пожалуйста, все истории ушли на телевидение. Поэтому кризис. И дополнительный, конечно, кризис – это то, что появилась совершенно новая аудитория. То есть подростки подростками, но подростки тоже изменились. Подростки, которые были в 90-е, и подростки, которые сейчас – это разные люди совершенно. Они действительно не понимают, зачем смотреть фильм на большом экране, если вот в телефончике он есть. Там можно промотать куда хочешь и выбрать только самые интересные, самые выбранные места, потому что смотреть полтора часа, ну для них это мука. Сосредоточиться на чем-то трудно. С этой аудиторией надо как-то работать. Ее перевоспитать уже невозможно. Учить их сосредотачиваться на полтора часа? Ну, если это не удаётся учителям в школе, почему это удастся режиссёрам в Голливуде? И я бы сказал, что… Ну, я об этом кризисе говорю уже давно, и я сказал, что кризис будет длиться лет пять, и сказал это как раз пять лет назад, поэтому сейчас вроде бы вот 19-20 год должны произойти какие-то подвижки. Мне кажется, что очень какой-то осторожный оптимизм, но всё-таки присутствует. Во-первых, потому что появляются фильмы, я их называю фильмы-тревоги, тревожность, связанная с идентичностью. Когда появляются фильмы, когда герой фильма или режиссёр не уверен в окружающей его реальности, не уверен в себе, а это часто проявляется в сюжетах с двойниками, какими-то зеркальными отражениями, перепутыванием времени, перепутыванием локаций. Это говорит о том, что люди пытаются нащупать какие-то новые критерии, они понимают, что реальность ускользает из их концептуальных схем, они уже её не удерживают, они её не контролируют, они не понимают, что происходит. Вот появляется фильм ужасов «Мы». Для меня, вне зависимости от того, хороший это фильм, нехороший, нравится он вам, не нравится, сильный он или не сильный. То, что затрагивается вот эта тема и то, что этот фильм идёт в широком прокате, это хороший симптом. Это говорит о том, что кино и Голливуд, сильные компании, мейджоры, они об этом задумались. Я хочу сказать, что она ещё идёт в нашем прокате, она вот через пять недель, хотя, ну, не самые всё-таки у неё лучшие показатели посещаемости, но тем не менее, вот если вы заинтересовались, её можно посмотреть на большом экране. Да. С другой стороны, возвращаются режиссёры 90-х, потенциал которых до конца не исчерпан, как мне кажется, которые, ну, скажем так, не то, чтобы маргинальные, да, но отслеживают вещи, которые с трудом укладываются в историю, да. Когда мы говорим про криминальное чтиво, мы не можем сказать, что там оригинальная история. То, что вроде бы Голливуд всегда требует, а фильм стал культовым. Да, у Тарантино таких вот историй оригинальных нету, но у него весьма необычный способ работать со штампами из клише, которые не раздражают. У других режиссёров они раздражают, у Тарантино почему-то нет. Отчасти это загадка, многие пытаются это объяснить, но мне кажется, до конца всё-таки он не разгадан, да. Это какой-то совершенно особый контракт со зрителями, которые понимают, где он шутит, где вот к этому насилию нельзя относиться всерьёз, а где он не просто издевается, а где он затрагивает серьёзные темы. Вот это постоянное такое переключение вот этого тумблера, да, то я серьёзен, то я великий режиссёр, то я смеюсь, то я закрываю тему. Это очень важно. И то, что Тарантино снял фильм, который скоро пойдёт, это очень важный момент. Хармони Корин меня очень порадовал своим фильмом про тусовщик. Пляжный тусовщик. Пляжный тусовщик. Совершенно безбашенный фильм, который вроде бы не учит ничему хорошему, потому что весь фильм герой пьянствует, курит травку, пристаёт к женщинам и просто тратит деньги на прополую. Совершенно безответственное существо. При этом он пишет стихи. И в итоге, в финале, вроде бы это получается оправданным, потому что он получает премию, он получает наследство, потому что он выполнил условия контракта с умершей женой. Но всё это не важно. Всё это не в этом дело, а в том, что, во-первых, вот эта раскованность, это какая-то свобода, глоток свободы, с одной стороны. С другой стороны, не малейшего желания повторять опыт этого героя. Я не могу сказать, и, по-моему, никто не может сказать, что это положительный персонаж. Не хочется ему следовать. Это не предмет для подражания. Но тот мир, в котором он оказался, он очень убедительный, очень привлекательный, и он не укладывается, опять же, в рамки наррации, в рамки истории. Это вот какой-то такой опыт, что называется, феноменологический, да, кино, которое предоставляет не способ оценивать реальность, которое не предоставляет вам повод для о чём-то задуматься, а которое вам просто впечатывается в сетчатку вашего глаза, в ваше воспоминание, как часть вашей жизни. Вот как для Абдулова и... Ермольника. Навсегда часть их жизни, как они пытались пробраться на сеанс. Потому что сама вот эта история, даже не важен сам фильм, а вот сама вот эта история, как мы пытались туда попасть. Создать события из фильма всё труднее и труднее, но то, что эти фильмы появляются, это хорошо, потому что индустрия интуитивно понимает, что за этими фильмами, да, очень какая-то важная правда, да, то, что нельзя сымитировать. На этот фильм нет смысла смотреть на экранчики. Этот фильм нет смысла смотреть дома. Это нужно сидеть там, уловить вот этот ритм, да, потому что вы своими прокрутками вы ломаете ритм. Сериалы, они вообще не думают о ритме, потому что они изначально созданы для того, чтобы вы могли смотреть краем глаза. Вы можете отвлечься, вы можете одновременно играть в игру, читать, проверять почту, вы всё равно услышите ушами то, что должны видеть глазами. Какой бы дорогой это ни был сериал. Ну, проверьте, отключите звук, посмотрите «Игру престолов», да, вот первую серию, без звука. Вы всё поймёте. И, ну, третье, наверное, то, что появляются фильмы, которые у сериалов воруют форму. Это происходит не первый раз, потому что, когда телевидение, мы говорили уже, да, о телевидении, которое отобрало аудиторию в 70-е, да, в 60-е уже начало отбирать. Хичкок снял «Психо» полностью в эстетике вот этих своих телевизионных, коротеньких серий. Альфред Хичкок представляет. Он вёл такую передачу с 55-го или с 56-го года, чёрно-белую, на 45 минут. И «Психо» – это, в общем-то, два фильма по 45 минут, потому что там даже герои меняются, да, вот первый погибает. Очень скромненько, очень по-телевизионному, но, тем не менее, это шло в кинотеатрах. Это было отчасти революционно ещё и потому, что вот телевизор на большом экране. Зачем? Почему? Как? Для чего? И многие пошли по этому пути. И сейчас появляются фильмы, которые у сериала берут вот эту растянутую форму. Во-первых, вот «Дау», который вроде бы это и фильм, но в то же время он слишком длинный. Там сколько? 700 часов. Или «Твин Пикс» третий сезон. Сам Дэвид Линч говорил, что он снимал третий сезон «Твин Пикса» не как сериал, а как цельное кино. Просто это очень длинный фильм. И действительно, если вы смотрели, если вы там задумаетесь, вы поймёте, что вы воспринимаете этот сериал, вы не знаете, сколько там серий. Они все очень разные. Он так построен, чтобы вас погрузить вот в эту ситуацию, которую вам хочется контролировать от начала до конца. Слепить это всё в один большой какой-то шар и наблюдать, как там всё внутри крутится. Вот эти приятные, мне кажется, тенденции говорят о том, что кино всё-таки не умрёт, и что у него есть будущее, есть шанс, и что в кино будут ходить не только подростки. Спасибо большое. Вадим Агапов сегодня был в программе «Синема». До новых встреч. Спасибо. Спасибо.